Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника. Профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота России отметили и в Воронеже. Подробности у Владиславы Витковской. Несмотря на то, что морей в Воронежской области нет, праздник отмечается по всем мореходным канонам. Впрочем, в этот раз моряки-подводники не только вспоминали своих павших товарищей, но и открыли памятную доску. Николай Титаренко служил на Тихом океане, является почетным членом экипажа подводной лодки С-13. Он один из инициаторов создания Воронежской региональной общественной организации «Колыбель русского флота» и ее председатель. Говорит, настолько масштабно профессиональный праздник отмечался четыре года назад, в день 320-летия образования российского военного морского флота. В Адмиралтейской церкви сейчас открыты, мемориальные доски озвучены. Понимаете, их имена лежали в архивах, а сейчас они на мемориальных досках. Память живым, живым. И надо установить этим, как говорится, именам их родство современное. Памятные доски открыли к 114-й годовщине создания подводных сил России в память о воронежских моряках-подводников, которые погибли, защищая Отечество на Балтике. К этой дате удалось отыскать в архивах 23 имени павших в военные годы. Балтика была самым тяжелым театром войны во время Великой Отечественной войны. Не случайно. Балтийская вода имеет соленость человеческой слезы 12 промиль. Это символическая, как говорится, показатель, что на Балтике все, кто участвовал в подводной войне, они это дело приняли на себя. Это была государственная забота. Сегодняшний день для всех собравшихся – это и день воспоминаний собственной службы на флоте. Причем это праздник не только у военных. Его также отмечают конструкторы, строители подводных лодок, судоремонтники и все те, кто обеспечивает поддержание боевой готовности подводного флота. Вот в подводной лодке хоть война, хоть не война, каждый выход в море – это риск. Потому что ты что, погрузился? Погрузился – ты можешь не всплыть. Леонид Попов – капитан первого ранга в отставке, но свою службу вспоминает очень часто. Особенно те моменты, когда приходилось рисковать собственной жизнью. В подводной лодке есть железное правило. Там, где тебя застал или пожар, или поступление воды, борются только в этом отсеке. Все остальное задраивается. Ну, я вам такой пример пример. У нас в 7-й дивизии на подводной лодке К-131 был пожар на подводной лодке. Погибло 13 человек. И вот в 8-м отсеке горел. А с этой стороны, в 9-м отсеке, с одной стороны, в которой горит друг, и с этой стороны друг. А он держит кремль, слышит его крики, а не будет открыть. Многие утверждают, что сегодня служить на подводной лодке легче. Мыл стало комфортнее, ведь современные моряки не проходят, как раньше школу красных командиров. С отсутствием воды, коек и многих удобств. Да и лодки теперь совсем иные. Основу российских подводных сил сегодня составляют около 70 субмарин, которые вооружены баллистическими и крылатыми ракетами. В этом году ожидается получение еще четырех атомных и одной дизельной подлодок. И идут, вот самое главное, что дети наши идут по стопам отцов и не боятся. И вот погибают, а все равно идут. И вот мне сказали бы идти сейчас. Нет, пошел бы служить. А почему? И никогда не жалею. Почему? Потому что, ну, от чего это? А потому что это мужская профессия. Я говорю, много профессий там, ну, как в наше время, не хотели служить. Но это не мужики. У нас в России, даже в Деринях, тот мужик, который не служил, он не считался мужчиной. История этого праздника уходит корнями в далекий 1906 год. Тогда, по указу императора Николая II, в классификацию судов военного флота впервые был включен новый разряд кораблей – подводные лодки. Указ вводил в эксплуатацию 10 русских субмарин. Самая первая была построена в 1904 году на Балтийском заводе и называлась «Дельфин». Русско-японская война стала первой в мировой истории войной, которая показала мощь нового вида военных кораблей. Мир еще не понял, насколько это серьезно, но уже дрогнул от осознания возможностей русских моряков-подводников. Сейчас подводный флот России – это только самые современные корабли, новейшие конструкторские решения и высокопрофессиональные специалисты-подводники, гордящиеся своей профессией. Владислава Витковская, Александр Панин, 41 канал.